К встрече Светлого Христового Воскресения приходы нашей Церкви готовятся во всем мире. И важно не только настроить себя духовно и молитвенно, но и другим передать радость Пасхе. При храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Барселоне прошли репетиции будущих пасхальных выступлений приходского хора, а также театра кукол и кружка ложечников Русичи. Подробности из Испании. Отчего так засияла нынче солнышко с небес, Пасха светлая настала, мы поем, Христос воскрес! Единственный вариант сказки про колобка, где никто никого не ест и все дружно поют песенку колобочка, в данном случае пасхальную, а не лебединую, участники Пресвятого театра кукол при Благовещенском храме Барселоны репетировали еще в минувшее вербное воскресенье. Радость о воскресении Христовом по русскому обычаю в приходе будут возвещать и колокольным звоном, а также игрой на ложках. К специальным городским пасхальным представлениям готовится и один из самых активных участников приходского ансамбля ложкарей, русичи Генри, в крещении Богдан. Как обладатель украинского паспорта и внешности славного предка самого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина, Богдан популяризирует славянскую народную культуру в Барселоне. Сначала мы можем выступать на других спектаклах, то есть на местных, на церкви тоже в Испании, где-то в Барселоне, если организуют такие конкурсы. Интересно, потому что ложки – это совсем русская культура, и здесь, я как, короче, здесь родился, я никогда знала об этом. Богдан – один из самых старших учащихся воскресной школы барселонского прихода. К своим годам уже полностью овладел навыками алтарника. Ребята помладше, пока Богдан алтарничает на воскресных службах, занимается в воскресной школе в крипте храма. Иногда и своих преподавателей занимают. Заковыристыми вопросами, на которые ответит далеко не каждый. Тайная вечера состоялась накануне крестных страданий, в Великий Четверг, на котором он установил таинство Евхаристии или таинство Причащения. У них тоже Пасха на верху. Пасха? Дело в том, что это такой великий праздник, и, конечно, он везде. Даже Бог празднует этот день. Господь есть любовь, а любовь – это всегда праздник. Как и в любой зарубежной общине, в Благовещенском приходе Русской Православной Церкви в Барселоне полный интернационал. Грузины замечательно уживаются с сосетинами и армянами, украинцы с русскими молдаванами. Здесь, согласно апостолу Павлу, нет ни Эллина, ни Иудея. Все причащаются из одной чаши. Чувство братской любви не исчезало даже во время серьезного нагнетания страстей в масс-медиа. Как раз, когда происходили эти события, которые были не совсем отражались на наших людях положительно, Слава Богу, наша община, как бы уже имея перед собой такой уровень духовной любви, смогла перешагнуть эти события. С притчей о милосердном самарянине и поставленном в ней вопросе о ближнем, детей в воскресной школе уже ознакомили. Когда православные живут в многонациональной общине, в инославной среде необходимы именно евангельские ориентиры для выстраивания отношений. Сейчас же, когда остались последние дни перед Светлым Христовым Воскресением, особенно актуален пример смирения и заботы о ближнем, который дал нам Спаситель во время Тайной Вечери. Он умыл ноги, омыл ноги всем своим ученикам. Представляете? Он помыл им ножки. Этим он что показал? Величайшее что? Смирение. Любит? Смирение и любовь, конечно. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Барселона, Каталония, Испания.